Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книг Деяния Апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все духы святаго, и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой. Все говорящиеся, не все галилеяне. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, Медяне, Еламиты, жители Мецопотамии, Убидеи, Каппадоки, Понта, Асии, Фриги, Памфилии, Египта и частей Ливии, принадлежащих Кирине. И пришедшие из Рима, иудеи, и празелиты, кретяне, арвитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумились все, и не удумевали, говорили друг друга, что это значит. И ныне смехались и говорили, а не напились сладкого вина. Книга, вторую главу, в общем-то, книгу «Деяния апостолов» можно разделить, ну так, условно, на две части, может быть, три так, ну совсем, ну, в общем-то, две основные части, это «Сошествие Святого Духа на апостолов» и «Проповедь апостола Петра», ну и есть ли это оконцовка о жизни уже Иерусалимской Церкви. 47 стихов в этой главе. Мы видим, что здесь описываются очень важные события, что при наступлении Дня Пятидесятницы, День Пятидесятницы, мы знаем, что он был и в Ветхом Завете, это день Пятидесятый, когда Господь, когда Моисей получил скрижали от Бога, закон Божий, Десятисловный закон, диколох. Здесь также это событие по пророчеству, оно исполняется, Ветхого Завета. На что важно здесь обратить внимание? Мы видим, что апостолы по послушанию находятся все единодушно. Опять повторяются эти слова, которые были в первой главе, единодушно они находятся в молитве. То есть это нам такая подсказка. Для сошедшего благодати Святого Духа необходимо пребывать в молитвенном состоянии души. Если этого нет, Дух Святой может быть и хочет, но сойти не сможет, если человек его отвергает. Что здесь? Мы видим, что апостолы начинают говорить, как мы с вами прочитали, на иных языках. И каждый слышал их собственное наречие. Есть люди, которые принадлежат к пендесятническим или харизматическим направлениям, которые утверждают, что вот эти вот языки, которые сходят на апостолов, сошли на апостолов, это языки никому непонятные. Так называемые ангельские языки, о которых говорится в первом послании к Коринфянам, 14 главе, что и 13 главе, если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имеют, то имеют звенящие и кемал звучащие. Они утверждают, что якобы это языки, которые никому совершенно непонятны, что есть еще и такая природа языков, которая совершенно никому непонятна. Но мы видим, что здесь апостолы говорят на тех языках, которые понятны всем. Это не абра-кадабра, как учат эти харизматические направления. Говорят на абре-кадабре, катаются по полу. Может быть, кто-то видел эти, в общем-то, неприглядные, мягко говоря, видео, которые есть в интернете, и когда люди произносят нечлен раздельные звуки, выдают это за благодать этого духа. Ну, странно как-то это выглядит, на самом деле. Мы видим, что в Священном Писании здесь говорится, что люди, которые находились тогда в Иерусалиме в день Пятидесятницы, это были язычники, это были, как видим, и римляне, и иудеи, и орвитяне, и критяне, и фриги. По сути, перечисляются египтяне, все языки, на которых тогда заговорили апостолы. Мы видим, еще раз прочитаем, они, как же мы слышим, каждое, собственно, на речи, в котором родились. И дальше перечисляются. Порфиане, медяне, и ламиты, жители Миспотами, иудеи, Каппадоки, Понта, Асии, фриги, Порфирии, Египта и так далее. И критяне, и орвитяне, на орвийском заговорили, на латыни заговорили. И они слышали, видите, они говорят, что изумлялись и недоумевали, как мы их слышим нашими языками говорящих о великих делах Божьих. Если это было никому непонятно, и были языки только понятны им, то тогда как они могли утверждать, что они слышат апостолов, иудеев по внешности, и по одежде, и по внешности можно понять, что это были иудеи, но они заговорили на этих языках. В священном писании, на иностранных языках, в священном писании есть три понятия языка. Есть понятие иной язык, есть разные языки, иные, разные и другие, другие языки. Все это говорит о иностранных языках. Но вот первое коринфянам, если мы будем с вами внимательно читать 14 главу, вы можете это дома проследить, то увидите, что в синодальном переводе почему-то там всегда подставлен незнакомый, 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 причем это слово незнакомыми языками подставлено курсивом. Когда в священном писании, в переводе синодальном, какое-то слово пишется курсивом, это говорит о том, что авторы-переводчики не нашли такого понятия ни в одном кодексе древнего свитка, древней рукописи библейской, где бы это слово употреблялось. И поэтому по праву переводчика имеет право, например, переводчик библейского общества, скажем, подставить это слово по смыслу. Но вот меня, честно, я уж не такой сильный специалист в древних языках, но меня, тем не менее, удивляет. Я вот общался со специалистами с древних языков. Зачем было подставлено это слово, хотя есть три разных других слова, то есть иное, разные, другие. Можно было поставить другими языками или иными языками. В Библии же встречается аналогия. Если бы не было аналогии, тогда да. Я думаю, что для нас, как для изыгета, это замечание очень важно. Ведь у нас все-таки изыгет-портал. Можете все это проследить. Итак, мы видим, что эти языки, на которых заговорили апостолы, они были всем понятны. Если все-таки у кого-то остается сомнение, нельзя в нашем формате остановиться только на этой теме, она требует действительно развернутого понимания. Вы можете прочитать, например, есть у меня такая работа, она называется «Харизматическая секта. Новое поколение». Она есть в интернете. Это такая небольшая книга, там всего сто страниц. И я все там достаточно подробно раскрываю вот эту тему о говорении о иных языках и о харизматическом вот этом явлении. Итак, мы читаем далее. Говорили им о том, что они якобы напились сладкого вина. Но апостол Петр, став с одиннадцатью, вот видите, вот эти четырнадцати стих, очень важно здесь подчеркивается, что апостол Петр не сам встал и начал говорить, а встал с одиннадцатью. Видите, говорится о соборности, о первом среди равных. Не просто он себя выпячивал. Я, Петр, что вам скажу, делайте. Меня Христос здесь вообще наместником на земле поставил. Нет таких слов. С одиннадцатью. И евангелист Лука это подчеркивает. Он как бы в собрании двенадцати апостолов встает, говорит, они поддерживают согласие с ним. Говорит, да. Видите, как Петр, став с одиннадцатью, возвысил голос свой, и возгласил им мужа иудейские, все живущие в Иерусалиме, седа будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, бы теперь третий час дня. Третий час дня — это девять часов утра. И по иудейскому закону людям, тем более, которые пришли в Иерусалим, и до девяти утра они постились, могли вкушать пищу только после трех часов дня, уже после полудня. Тогда уже разрешалось полное разрешение поста. Поэтому Петр на это и указывает. Говорит, они не могут сейчас быть пьяны. Сейчас пост, сейчас воздержание. Только еще пока, как он говорит, теперь третий час дня. Но это и есть предначертанное пророком Иоилем. То есть апостол Петр начинает свою первую проповедь. Первую проповедь после сошествия Святого Духа. Обращается, как мы видим, к пророческим книгам Ветхого Завета. Слышал однажды такое утверждение, что якобы, и оно бытует, к сожалению, в нашей православной среде, что якобы книги Ветхого Завета, они не нужны. Ветхозаветное время прошло, нам надо изучать только Евангелие. Что этот преподаватель преподает какие-то Ветхие Заветы, столько времени уделяет. Этого теперь не надо. Хочу сразу поздравить человеку, который делает такие заявления. Это ересь Маркиона. Именно еретик Маркион, который был осужден отцами церкви на соборе, он утверждал, что Ветхозаветное пророчество утратило свое значение. Мы видим, что после сошествия Святого Духа апостол Петр так не считает. Он, наоборот, обращается к пророку Иоилю и говорит о том, что все пророчества, которые были предсказаны о Спасителе, о сошествии Святого Духа, они вот сейчас сбываются на ваших глазах. Конечно же, сейчас его обращение прежде всего к иудеям, которые хорошо знали эти пророчества. Но не надо думать, что люди, которые собрались в Иерусалим, а там в притворе Соломоновым могли собираться язычниками. Язычники не интересовались совершенно, что это за вера иудейская. Конечно, интересовались, и многие вещи знали. Например, можем в деяниях апостолов увидеть, когда, помните, Евнух едет, он был язычник. А что он читал? Пророка Исаия. Все люди интересовались, какого-то мессию ждут эти иудеи, какого-то нового царя, что это за новое царство, что это за перемену правления. Поэтому многие были с этим знакомы. Итак, апостол Петр начинает свою проповедь и будет в последние дни, цитируя пророка Иоиля, говорит, Бог изолью от Духа моего на всякую плод и будут прорушивать сыны. Ваши дочери, ваши юноши будут видеть видения и старцы ваши сновидения вразумляемым будут. Это не значит, что все поголовно должны быть вразумляемыми сновидениями и видениями и с нами. Нет, но будут особо избранные Божии, как они были во все времена, особо избранные Божии. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего и будут пророчествовать. Пророчествовать слово и предсказывать, и проповедовать. Оно, вот если посмотреть перевод, в общем-то, имеет одну смысловую нагрузку. И проповедовать, и можно что-то предсказывать. «И покажу чудеса на небе вверху, и знамени на земле, внизу кровь, огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежно наступит день Господний, великий и славный». Действительно так было. Этот день уже наступил великий и славный, когда Христос был распят на кресте, когда он сказал «совершилось», была умершлена смерть на кресте, было святое воскресенье, и апостол Петр сейчас старается слушателям своим показать, что эти события, они все уже исполнились, и какие-то из них исполнятся и в последний день, при втором пришествии Христа. То есть это пророчество, как и многие другие пророчества Ветхого Завета, можно относить как к первому пришествию Христа, то есть его рождению, так и ко второму. «И так, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ну, некоторые думают, что достаточно имя Господне призвать, но вот я верю во Христа, и уже я спасен. Это не совсем так. Была даже такая ересь, она была как-то еще до революции, во время правления императора Николая II, старстотерпца, когда на Афоне появилась такая ересь, сказали о том, что не надо причащаться, не надо исповедоваться, надо только призвать имя Господне, то есть надо только молиться, молитвой Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и тогда, в общем-то, этого достаточно для спасения. Но это была действительно ересь, она была осуждена. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу толкование на 2 главу, 21 стих. «Призовет непросто, ибо не всякий, говорит Христос, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но призовет с усердием, при хорошей жизни, с должным дерзновением». Конец цитаты. Мы видим, что святитель Иоанн Златоуст поясняет, что не просто призовет, но должна быть еще и жизнь. Сам Христос говорит, научитесь от меня не только словам, и не только как говорить, и не только как увещевать, а научитесь от меня, говорит, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть самим образом жизни, самому образу жизни. Апостол Павел так и призывает, подражайте мне, как я Христу. Итак, произнеся это пророчество, апостол Петр продолжает от лица всех апостолов при их присутствии, в Тавс 11, как сказано, мужи израильские, послушайте слова сии, Иисус и Назарея мужа засвидетельствовал вам от Бога сими чудесами и знамени, которого Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Видите, он приводит пророчество, теперь говорит, что они все исполнились, и эти пророчества исполнили вы. Пришел к своим, и своего не приняли. Руками беззаконных. То есть людьми, которые нарушили закон. Потому что мы помним, что не нашлось ни одного свидетеля, кто бы обвинил Христа законно. Поэтому пришлось подкупить и лже свидетелей. Поэтому лже свидетельство — это, в общем-то, такой грех, о котором даже предупреждает одна из десяти заповедей закона Моисеева. Не лжесвидетельствует. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удерживать его. Некоторые люди притыкаются об этот текст и говорят, что Бог воскресил его. Как это воскресило Христос? Что не Бог, Бог. Но это тайна Святой Троицы. Христос имеет жизнь в самом себе. Так и сказано в Священном Писании, что Он имеет жизнь, Христос, в самом себе. Но здесь говорится о тайне Святой Троицы. Поэтому это выражение мы слышим из уст апостола Петра. Бог, Христос, ничего не сделает без ведома Отца. Бог ничего не делает того, что не знает Сын. Дух Святой ничего не делает того, что не знает Отец и Сын. Сам Христос говорит, я пойду к Отцу, умолю Дух Святого. Он пошлет на вас и зальется Дух Святой. То есть это полная гармония и единство во Святой Троице. Дальше он приводит пророчество, пророчество псалмопевца Давида. Сказано, ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо надеснуй меня, дабы я не поклебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокаивается в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему видеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. И далее в 29 стихах и следующих апостол Петр будет говорить, когда это Давид не видел тления. Мы знаем, где его могила, он умер, его похоронили, и мы эту могилу почитаем, и плоть его увидела тление. О ком же здесь апостол Петр продолжает свою проповедь, говорит псалмопевец Давид. Конечно, это пророчество из 15-го псалма Давида, 15-го глава, 8-й, 10-й стих, о смерти и воскресении Христа. Мы знаем, что Христос в пятницу был распят, в субботу не видит тление, плоть его душою сошел в ад, плоть уже был во гробе, как мы поем в церковном песнопении, а воскресение воскрес и преобразил человеческое естество, и избавил человека от того первородного греха, от той порчи греховной, которую мы восприняли, от прородителей Адама и Евы, в которых произошел весь род человеческий. Вот о каких, говорится, узах, которые расторгнул Христос. Вот о чем говорит псалмопевец Давид, когда говорит, сидя одесную меня. То есть Христос сейчас сидит одесную Бога Отца. Далее он, апостол Петр их, да, говорит, мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о братце Давиде, что он умер и погребен, и группа его у нас до сего дня, будучи пророком и зная, что Бог склятывая, обещал ему от плода через его, воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видит в тлине. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. «Итак, он, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». То есть он объясняет это явление, что апостолы получили дар говорения на иностранных языках, ранее их никогда не учили и не знали. Для чего и зачем апостол Петр объясняет в своей проповеди? «Чтобы быть свидетелями даже до края земли». Но уже во II и III веке мы встречаем, например, у отцов церкви, чуть позже у Блаженного Августина, он говорит, что «будет ли кто из нас безумен, если мы во время крещения, или сошедшего Святого Духа во время крещения, не получаем этот дар оговорения на иностранных языках?» Говорит, да не будет. Почему этот дар упразднился? Как, впрочем, упразднился и дар пророчества? Тогда были пророки, мы увидим в общине. Они часто предсказывали. Это было необходимо для подостережения церкви. И тот дар был необходим, дар иностранных языков, для того, чтобы исполнить заповедь. «Идите научите даже до края земли». Но когда уже образовались поместные церкви, в Аравии своя, скажем, да, в Египте своя, в Месопотамии своя, уже были такие общины в Средиземноморье, благодаря миссионерской деятельности и первых, и второго, и третьего века, то этот дар перестал с Духом Святым изливаться, потому что в нем уже не было необходимости. Проповедь уже звучала на языках, потому что были обращены люди разных национальностей, и они уже сами проповедовали. Поэтому дар ради того, чтобы его просто чудо ради чуда, Бог никогда не совершает. Это было дано в определенный момент с определенной целью. Итак, дальше продолжает свою проповедь апостол Петр. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорил, сказал Господь Господу моему, сидя единственное у меня». Он продолжает утверждать эту мысль, 34 стих, о том, что это пророчество, и Давид говорит не о себе, а о Мессии, о Христе. «Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Видим, что проповедь апостола Петра, которой был исполнен Святого Духа, она тронула сердца этих иудеев и людей, которые были там на празднике, Дни Пятдесятницы в Иерусалиме. И они уже спрашивают, что нам делать? Что нам делать? И апостол Петр говорит о необходимом условии для спасения. Какое? Для того, чтобы никто не думал, что можно верить как-то в душе, в некрестившиеся и прочие вещи. Какое главное условие? Он призывает их. «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите прощение грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам надлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Видите, он говорит сначала вам, то есть иудеям. Они услышали, их наверняка в Иерусалиме было большинство, но потом говорит не только. Но говорит не только им и только их поколению, но и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш, и не только иудеям, но и другим народам. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря «Спасайтесь от рода сего развращенного». Очень важные слова. С кем поведешься, того и наберешься. Как говорит послалоперец Давид в своем первом псалме «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых». Так и здесь говорит «Спасайтесь от рода сего развращенного». Это совершенно не означает, что мы должны отстраниться от этой жизни. Но мы должны понимать, вот как я помню, кто-то рассказывал, если корабль плывет, если с ним все в порядке, если нет никаких отверстий в его днище, то он так и будет плыть как церковь, прообраз корабля по житейскому морю, волнами в ту сторону, в одну, в другую, но тем не менее корабль прочный. А если только начнем в себя впускать стихию века сего, то есть будут какие-то трещины, какие-то там разломы в днище корабля, то пойдем ко дну. Поэтому так и говорит «Спасайтесь от рода сего развращенного». Не впускайте себя, не сообразуйтесь с веком всем. «И так охотно принявшие слово, его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч». Это колоссальная проповедь, колоссальная, да, просто то, что такое количество людей услышали, мы видим, что это совсем другое, когда раньше апостолы старались там кому-то что-то говорить, что-то обратить, они говорят «Духи нам не повинуется», а теперь, будучи движим Духом Святым, обратилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, видите, для того, чтобы сохранить веру, в учении апостолов, в общении, в преломлении в хлеба, то есть совершали таинство Евхаристии, и в молитвах. Вот важные три условия изучения, исследования Священного Писания, апостол, как сказано здесь, в учении апостолов, общения, преломлении хлеба, Евхаристии и молитва. К сожалению, братья и сестры, что тут, как говорится, греха таить, у нас в церкви, хотя это книга наша, но многие люди пренебрегают этим первым, то есть изучением Священного Писания. Молитва, ну, как-то еще да. Таинство, ну, да. А вот изучение слова, ну, там, пусть батюшки или богословы там изучают, а нам не обязательно. Все, видим, сказано, все пребывали единодушны в изучении Слова Божия. Далее, все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога, и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Видим, что в Иерусалимской общине действительно был такой порядок. Всем все раздавали поровну. Не было никого нуждающихся. Главной целью было проповедь Евангелия. Но вот здесь, в 47-м стихе, есть еще очень важное указание. Сказано, Бог прилагал спасаемых к церкви. Это опять такое обращение не ради упрека, а ради, может быть, дотянуться, отучаться до сердца людей протестантствующих, протестантствующих, которые считают себя, что ну вот, мы уверовали во Христа и уже спаслись. Хочу заметить, что сказано, не спасенных, Господь прилагал к церкви, они там уверовали тоже во Христа, но спасающихся. И напомнить снова слова, которые сказаны в Священном Писании. Какие слова? Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершайте свое спасение. То есть дело спасения, дело покаяния, это состояние души, и это дело, в общем-то, всей жизни. Итак, мы видим, вторая глава книг «Деяния апостолов» рассказывает нам о очень важном событии сошествии Святого Духа, о том, что апостолы получили дар иностранных языков для того, чтобы исполнить заповедь и Христа «Идите научите все народы», для того, чтобы научить народы, которые не знали иудейского или, например, греческого языка, все народы. Далее проповедь апостола Петра, которая тронула сердце всех слушающих и обратилась, как сказано, около трех тысяч человек. И оканчивается вся эта глава тем, что обращенные люди пребывали единодушно в изучении Священного Писания, в молитве и преломлении хлеба.